Маргуланс Исымбаев. Родился 2 ноября 1966 года в Жесказгане. Казахстанский миллиардер, инвестор, общественный деятель, меценат, филантроп, путешественник. Вы занимаетесь и инвестиционной, и общественной, и образовательной деятельностью. Откуда вы берете энергию и мотивацию? Во-первых, что такое энергия? Если мы говорим про энергию людскую, то энергия – это жизненная сила, это ресурс, благодаря которому вы можете что-то делать или чего-то достигать. То есть энергия – это ресурс. Так вот, я исхожу из того, откуда появляется вообще энергия. Энергия, я заметил, что появляется, когда у вас есть мотивация. А теперь что такое мотивация? Смотрите, существует два вида основных, вида мотивации. Первый вид – это, я называю, стимул, либо базовая мотивация. Вот здесь, кстати, слово «стимул». Заметьте, стимул и мотивация – это две разные. Я вообще делю на три вещи. Стимул, мотивация и стремление. Вот на три вещи. Стимул – это произошло вообще из древнегреческого, это острая палка, которой быка тыкали, чтобы он двигался вперед. Стимул сам по себе – это острая необходимость в удовлетворении физиологических потребностей. То есть стимул всегда строится в два основных компонента. Это на стремлении выжить и на стремлении к размножению. Либо еще называю групповое выживание, потому что вы заботитесь о своих детях, семье и так далее. Это все подгоняется стимулом. То есть и стимул работает по принципу не к чему-то стремиться, а убежать от чего-то, от нужды, от голода и так далее. Это сильный мотиватор. Очень многие люди с него стартуют, доходят до какого-то уровня и потом упираются в стеклянный потолок, я называю. Потому что уже вроде бытовые вопросы все решены, но теперь встает следующий вопрос. А для чего это все? И вот здесь включается мотивация. И вот мотивация состоит, я считаю, я для себя определил четыре вещи, которые, даже пять вещей, которые сильно повышают мотивацию любого человека. Первое – это наличие процесса и результата. Вот смотрите, мы люди устроены таким образом, что процесс является ценой, которую мы платим за результат. Если вы стимулируете какого-то человека или мотивируете результатом, то это долго не протянется. Человек, результат без процесса людям не интересен. Это вот, кстати, беда детей богатых родителей. У них есть результат. Машина, дом, квартира, но нету процесса. Родители лишили его процесса, поэтому у него нету мотивации ничем заниматься в этой жизни. А если дать человеку просто процесс, не дать результат, то это сизифа в труд, и человек не хочет этим тоже заниматься. Поэтому сильный мотиватор, когда у вас есть процесс и когда у вас есть результат. Это первый момент. Второй момент, большой сильный мотиватор – это открывающиеся возможности. Человек каждый раз приходит в возбуждение, когда он видит открывающиеся возможности. Вот я, если я вам скажу, Дмитрий, пойдемте, я вас познакомлю с таким-то человеком, который может вам что-то вывести на кого-то или что-то, вы поймете открывающиеся возможности, и вы придете в возбуждение, замотивируетесь. Либо скажу, Дмитрий, я вас научу сейчас определенным приемом. Благодаря этому приему вы можете достичь каких-то небывалых высот. Вы в возбуждение придете, потому что открывающиеся возможности. Главное не перевозбудиться. Да, любые открывающиеся возможности, они мотивируют. Третье – это прогресс в движении. Человеку буквально нужно видеть прогресс в своем движении к своей цели. И это мотивирует. И самое интересное, здесь мы приходим к четвертому – признание достижений. Если человек плохо выстроил прогресс в движении, то он просит подтверждения своего прогресса у других. То есть он просит признание. Как ты считаешь, я лучше стал, хуже стал и так далее. Но это все, конечно, еще привязано к наличию цели жизни, миссии. Так вот, откуда я беру энергию? Я беру энергию, во-первых, потому что у меня есть миссия. И, во-вторых, у меня вот это все есть. Я занимаюсь любимым делом. Я занимаюсь исследованием. У меня все время открываются новые возможности. Я вижу прогресс в движении. Я вижу признание. Признание своих подписчиков. Им нравится. И меня это воодушевляет. То есть все компоненты... Заводит, правда? Это заводит. Все компоненты во мне есть. Я заметил еще такую вещь. Смотрите, у меня есть целый курс, называется «целеполагание». Так вот, как правильно ставить цели, как их правильно формулировать и так далее? Я заметил такую вещь. Все успешные люди не нуждаются во внешнем подкреплении или во внешней поддержке. Многие говорят, он не реагирует на чужие мнения и так далее. Так вот, я вам скажу почему. Секрет кроется в том, что они правильно выстраивают прогресс в движении. То есть они правильно ставят цели и правильно выстраивают метрики продвижения к цели, что им не нужно внешнее подкрепление того, на правильном пути они или нет.